Всем привет! Ну что, настали жаркие деньки, а соответственно, как мы будем спасаться? Конечно, кондиционером, поэтому я сегодня буду рассказывать вам про такой кондиционер от компании Вайоми, модель Cross 9000 BTU, и это даже не кондиционер, это целая сплит-система, соответственно, у которой есть внутренний блок и наружный блок. Короче, погнали смотреть. Ну, кстати, можете написать, у кого вообще сейчас в доме стоит уже кондиционер, вот там вот, отпишите, есть у вас или нет. Чтобы вы понимали модельную линейку, смотрите, Вайоми, значит, у нас есть кондиционеры на 25 квадратных метров, которые рассчитаны, это вот это вот, самый верхний, есть, которые на 35 квадратных метров, есть на 50 квадратных метров. Модели у них разные, они все представлены либо в таком, в светлом цвете, либо в темном. Тот, который темный будет, будет с приставкой PRO. Ну, возможно, у вас антураж в доме, там, ремонт и так далее. Подходит для того, чтобы использовать внутренний блок именно темного цвета. Ну, и главные фишки, какие у нас будут, потому что сейчас уже никуда без зубного дома, и в этом кондиционере есть, конечно же, Wi-Fi, подсоединяется в вашу беспроводную сеть. Можете, конечно, по классике управлять при помощи пульта дистанционного управления. И плюс в приложении Mi Home, oh yeah, подключаем и получаем полный доступ к настройке и режима вентиляции, и вообще режим работы, и самоочистки, и включение ультрафиолетовой лампы для обеззараживания. Короче, чуть попозже вам все это дело покажу. Главная фишка в том, что если у нас работает через положение Mi Home, дальше мы уже можем через голосовый помощник Алису, просто находясь в доме в другой комнате, или мы лежим, смотрим телек, стало нам жарко, мы говорим по миру. Голосовый помощник, который у нас сейчас у всех заработает, включи кондиционер, или можно назвать его как хотите, бац, он включается. Можно сделать потеплее, можно похолоднее. Ну и, конечно же, сплит-система у нас работает на два режима, это охлаждение и обогрев. Разогревается он довольно-таки быстро, потому что он у нас вообще инверторный. Давайте посмотрим на дизайн внутреннего блока, что там и где находится. В передней панели у нас будет из полированного металла. На ощупь она классная. Справа находится дисплей, который нам будет показывать режим работы, ну и также в ночное время, когда вам не нужно, его можно выключить. Шторка, конечно, как всегда, сдаёт направление воздуха. Здесь так называемая функция 3D Airflow. Это означает, что у нас такой, знаете, как обдув на 360 градусов идёт. То есть у нас и сдаётся направление по вертикали, и, соответственно, внутренними направляющими шторками по горизонтали. И всё это дело можем уже регулировать непосредственно в приложении. Ну и давайте я вам более подробно про приложение расскажу. Ну и чуть более детально давайте про приложение Mi Home. Значит, здесь мы добавляем наш кондиционер. Вот, как мы видим, в IOMICROS 9000. Заходим сюда, и здесь у нас отображается, что сейчас он работает. Подача воздуха сильный. И что мы здесь можем настроить? Во-первых, включить-выключить сам кондиционер. Включить-выключить подсветку. Установить таймер на включение-выключение. Включить режим самоочистки. И включить режим ультрафиолета. То есть, соответственно, будет обеззараживать. Дальше направить ветер. То есть по горизонтальному, по вертикали. Включаем-выключаем. Сделано всё довольно-таки очень красиво. Скорость ветра, пожалуйста. Здесь высокая, средняя, низкая, тихий и автоматический режим. Далее, в режимах у нас автоматические охлаждения, обогрев, осушения и подача воздуха. Заходим в раздел «Еще». Здесь у нас есть автоматизация. То есть, к примеру, когда у нас открывается какая-то входная дверь, к примеру, в ваш дом, у вас кондиционер всегда включается. Либо, когда вы ушли, через час можно сделать сценарий, чтобы он сам выключался. Также можно поставить датчик, к примеру, температуры. Если в комнате у вас поднимается температура больше, чем 26 градусов, то у вас включается кондиционер. Поэтому дальше уже по сценариям это на что вы сами способны и готовы делать. Пожалуйста, Mi Home есть. С Яндекс.Алисой работает замечательно. Управление через положение очень-то довольно-таки простое. Ну что, едем дальше. Конечно же, для обслуживания у нас передняя крышка открывается. Далее у нас сеточки, которые защищают от пыли. И как они у вас будут пылиться, их можно снять и, соответственно, промыть. Ну, это всё по классике. Внутри блок управления и ручная клавиша включения. Внутри у нас антикоррозивное напыление теплообменника типа Goldfin. Оно более стойкое и увеличивается рост службы детали. И в кондиционере, если вам будет так интересно, используется Холодагент R32. Как уже говорил, здесь есть ультрафиолетовая стерилизация, которая уничтожает до 99,2% всех микробов. Очень классная тема, что здесь есть режим самоочистки. Поверхность там испарителя быстро охлаждается. И вот такое резкое понижение температуры приводит к расширению металла и отваливанию накипи. Прикольно, да? Вот, кстати, у меня дома в кондиционере такого нет. Ну и по классу энергоэффективности здесь тоже всё хорошо. А++ либо А+. В режиме ожидания потребляет всего лишь 1 Вт. В ночное время на, можно сказать, ночном режиме мы получаем уровень шума не больше, чем 18 дБ. Ну и давайте ещё более детально покажу, что находится на пульте дистанционного управления. Жидко-эстолический экран, клавиши включения. И дальше, соответственно, мы настраиваем по скорости, по режиму турбо. Горизонтальные перемещения жарю в зе, вертикальные перемещения. Увеличивать и уменьшить температуру. Включить и выключить дисплей. Функция «Я чувствую» – «I feel». Дальше режим самоочистки можно включить, установить таймер и сделать его бесшумным. Ну и вот ночной режим. Такой классический пульт дистанционного управления. Но по итогу, ребят, внешний вид классный, потому что можно выбрать и светлый, и тёмный. Ну, про внешний блок я ничего говорить не буду, они как бы везде стандартные. Есть свои классные фишки. Ну, во-первых, конечно же, это подключение к умному дому, что работает с Алисой. Ладно, пусть она у вас у всех активируется. Можно создавать какие угодно сценарии. Открылась дверь, датчик поставил, включился кондиционер. Например, в комнате стало жарко, датчик температуры – хопа, сценарий, включается кондиционер. Можно вручную, точнее, голосом управления делать похолоднее, потеплее. Только полёт вашей фантазии вас может ограничить. Чтобы долго вам не искать, можете почитать поподробнее по ссылке в описании. Она будет там, первая, вторая строчка закреплена. С вами был я, до новых встреч, пока, ребят.